Продолжение следует... Группа учениц. У заваленного камнями выхода стоит группа девушек. Их руки и мантии в грязи и пыли. Похоже, они пытались разобрать завал. Эй, вы чего тут делаете? Девушки резко оборачиваются на вас. Тихо! Одна из них шепчет сквозь зубы. Как вы сюда попали? Молчать. Шипят одновременно несколько девушек. Внезапно вы слышите шум сзади. Вы оборачиваетесь и видите четыре черных фигуры, неестественно дергающихся в полумраке. Поздравляю, они тебя все-таки услышали. Теперь придется драться. Это те самые мертвецы, которые бродят за стенами? Те самые. Отойдите, я с ними разберусь. Девушка с любопытством смотрит на ваш бейджик. Какой у нас боевой уборщик объявился? Да мы и сами справимся. Мы из Баратуса. Откуда? Мы боевые маги. А, я что-то слышал про вас. Ну давайте я сперва сам попробую. Девушки цокают, ходят в сторону. Черные фигуры приближаются. Отступать некуда. Так, наглушения мне не хватает, да? Ничего вас тут, конечно. М-м. Так, два-три урона и всем по единичке, да? Ой. Ой. Туда-туда. О, этого лечения будет. Ничего себе. Ух ты. Не знал, что вы так умеете. Ух ты. Ээээ, это что за приколы? Так, ожидание, ожидание атака. Так. Что-то вы меня начинаете утомлять, конечно. Или это у вас главное, просто он всех призывает. Ну, видимо, так и было Мертвецы Забираем Отлично А до этого сундук не был активным Так, у старой кровати стоит сундук, покрытый толстым слоем пыли Так, отмычка Здесь темно, но это не проблема Замки вскрываются на слух Вы нащупываете отмычкой люфты И замок с щелчком открывается На переработку это у нас все И давайте снова с девчатами поговорим Девушки смотрят на вас с интересом Неплохо, но мы, конечно, бы и сами справились Что здесь произошло? Эта сумасшедшая позвала нас посмотреть на заброшенные кабинеты И закрыла нас здесь Потом из углов поперли эти мертвецы Но мы, в отличие от некоторых, не орем Как резанные, они нас не заметили Кажется, нам нужно С этой девочкой наверху серьезно поговорить И нам тоже Разминает костяшки Это вы украли палочку? Палочку? Пока мы здесь торчим Там обязательно происходит что-то интересное Кто-то, наконец, свистнул палочку Корнелиуса Да, свистнул Мы торчим тут с утра Мы и физически не могли ее забрать Логично, похоже у нас на одного подозреваемого меньше Похоже на то Вы в порядке? В полном Сейчас отдышимся и вернемся наверх Лучше не засиживайтесь тут Мало ли, кто-то еще бродит Ладно, выбирайтесь отсюда поскорее Мне нужно возвращаться на поиски палочки Ага, увидимся Все, с ними больше повторно не поговорить, к сожалению Рассказывай, что произошло Девчонка мгновенно бросается в слезы Я просто хотела покормить своих друзей Покормить? Друзей? Я правильно понимаю, что она хотела скормить девочек этим существам? Я нашла их в заброшенной спальне И они не сделали мне ничего плохого Я просто хотела им как-то помочь Помочь Так, стоп Это точно не те персонажи, которым мы должны помогать теперь А, это точно не те персонажи, которым мы должны помогать теперь Ты оживила мертвецов палочкой Корнелиуса? Какой еще палочкой? Корнелиуса Девочка с непониманием смотрит на вас Еще одна двоечница, которая ничего не знает даже про свою школу А, забудь Похоже, она не наш клиент Пошли дальше искать Думаю, девочка будет в порядке Вы куда уходите? А что с теми внизу? Они живы и очень разозлились Я бы на твоем месте спрятался куда подальше Девочка не отвечает Отлично Буквально за 10 минут мы здесь все сделали Так, секунду Выключил браузер, чтобы он там не пикал фоном Так, идем в следующую комнату общежития И здесь тоже один чувак всего тусуется Инструментики Отлично Давайте про герб этот узнаем немножко Надпись на гербе Зибликс Чего надо? Перед вами стоит ушлого вида студент Из-под его кровати торчит рама огромного портрета Это что у тебя там? Ничего, тебя не касается Решил картину спереть у школы? Студент угрюмо смотрит на вас Ну так что насчет картины? Проваливая, я сказал, тебя не касается Плеснуть из ведра, что? Ладно, не будем поднимать шум Наткнулся на что-то интересное Что за тема с картиной? Студент опасливо смотрит по сторонам Марти клялся, что картина откроет какой-то тайник Марти? Парень из моей гильдии вернулся как-то вечером Перепуганный с картиной Сразу попросился домой Кажется, его кто-то покусал Эту картину нужно куда-то повесить Но он не сказал куда Серьезно? Там в коридоре прям Огромное место очевидно для нее То есть он не видел гигантскую дыру на месте Который должен быть портрет в главном холле Ну вот даже Наш брелок об этом в курсе Давай я поищу, куда ее повесить сам А если там что-то ценное И я этого лишаюсь А если там что-то опасное Сам разберусь Ладно, скажи, что ты хочешь в обмен на картину О, другой разговор Выпивку мне достань Хочешь, чтобы детям Хочешь, чтобы я детям выпивку доставал? Мне уже 25 Почему тогда ты все еще в школе? Сам догадайся, остался раз на второй год Подумай, подумай Финальным движением заталкивает картину под кровать Так, ясно, алкашку требует с нас Давайте ломик сходим сделаем Эй, как дела? Выяснил что-нибудь? Да, я узнал насчет мертвецов в стенах Да, и что узнал? Они и вправду существуют Одна девочка подружилась с ними И пыталась скормить им своих подруг Что? Я тоже так подумал Что мне с этим делать? Я думал, что под воздействием газа Алмония, люди А мертвецов и девочке я передам директорам Думаю, им будет интересно Спасибо Зато у нас одним подозреваемым меньше Больше ничего я, друг, не знаю Ах ты, налом-то мне не хватает Пам-пам-пам А, да, она просила с ее отцом поговорить Ну, я так что-то постепенно начинаю вспоминать Что мы там в прошлой серии делали Но вообще выглядит так, как будто тут Делов-то вообще не в проворот Ну, сначала с общагами разберемся Потом на второй этаж пойдем Там уже от этого будем плясать куда-нибудь А, вон еще оказывается На переработку были вещи Надпись на гербе Баратусы Девочка уже Девочки уже должны были вернуться Ну, что-то как-то быстро, конечно Хотя она, возможно, должна была рассказать Как раз про тех, которые Там внизу пропали Ну, фиг знает Трей-тай учитель Таинственный учитель И куча кабинетов Расписание занятий У империалов меньше всех Так, похоже, мне сюда Он еще раз сверяется с листком в руках И входит в класс Так, ну давай с тобой поговорим У двери неподвижно стоит Скрученный мужчина в форме учителя Шепчет что-то неразборчивое Так, подслушать Одну погасил Вторую погасил Третью погасил Четвертую погасил Пятую Одну погасил Вторую погасил Третью погасил Вы в порядке? Молчит Только осторожно Как только вы касаетесь его плеча Мужчина отталкивает вас И быстро скрывается за дверью Как грубо Вы слышите, как с той стороны Закрываются замки Один щелчок Второй Третий Четвертый Пятый С каждым щелчком На вашей стороне двери Вращаются эмблемы Стороне двери Вращаются эмблемы С изображением свечей Осмотреть пол Там, где стоял учитель Вы находите небольшую Позолоченную зажигалку Красивая Давай возьмем Может пригодится Зажигалка приятно Утяжеляет руку Вы Щелкаете колесиком И Из искры Рождается Зеленое пламя Осмотреть дверь Дверь больше похожа На произведение искусства С переплетениями Из металлических полос В центре двери Расположены 5 эмблем С изображением свечей Сейчас они перевернуты Заперто Он нам нужен? Ну, возможно, он в беде А ты как раз Хотел помочь тут всем А палочка может быть у него? Пока не нашел в тексте Лучше проверить Дверь все еще заперта Ну, ладно Давайте пойдем тогда В эту аудиторию Наиболее очевидный вариант Как бы Куда и зачем нам надо Свеча Простите, вы тоже на лекцию? Эм На, это вы уборщик, верно? Присаживайтесь, если хотите Мы только начали О Сесть за парт Послушать лекцию Продолжим На чем я остановился? Вы говорили, что у нас Заложен большой потенциал Чтобы реализовать его Нам нужно стать программистами А я спорила с вами, что Заранее никак нельзя знать Какой именно потенциал В нас заложен Да Еще вы сказали, что это Как парадокс Корнелиуса Мне не знакомо Это понятие Палочка Корнелиуса Которую сегодня украли Она заряжена Эй, дай я объясню Это вообще-то говорил Я вообще-то говорил с учителем Не перебивай Прошу вас Я готов выслушать вас обоих Но раз девушка уже начала Пусть продолжит Палочка заряжена заклинанием Но никто не знает каким Может быть оно Вылечит все болезни И сделает всех людей бессмертными Или всех убьет Буркает Встревавший ранее ученик Палочка невероятно могущественна Но одновременно с этим И совершенно бесполезна Никто не станет проверять Что именно в ней за магия Это и есть парадокс Корнелиуса Возможно это подходит И под нашу тему Однако В случае с вами Я был бы более оптимистичен Если кто-то из вас Окажется заряжен заклинанием Не столь полезным Как другие Для него все равно Будет открыто Еще множество дверей Во внешнем мире Программирование Это новый язык На котором вскоре Мы все будем говорить Те кто его не знают Станут аутсайдерами общества Это нам не в новинку Ему поддакивают Еще пара человек Понимаю Но одно дело Быть аутсайдером И иметь возможность Положиться Например на вашу магию Другое дело Оказаться в мире Который вы совершенно Не понимаете И оказаться с ним наедине Чтобы этого не допустить Раскрывает предсвою папку Мы планируем Открыть добровольные Перепрофилирующие классы В нашей школе Однако Если я правильно понял Местные законы Это должны будут утвердить И ваш текущий И ваш прошлый директор Тогда особо на это не рассчитывайте Посмеивается Внесон с другими учениками Наш прошлый директор Не очень Почитает эти ваши технологии Да Я встречал его Новая администрация города Планирует снизить Полномочия директоров школ Магии Поэтому не думаю Что он станет проблемой Что ж На этом у меня пока все Скоро увидимся На первых уроках По перепрофилированию В классе Раздаются редкие хлопки Студенты Расходятся Ваше внимание Привлекает подсвечник С погашенной свечой Смотри-ка Свеча похожа на те Что мы видели На двери у странного учителя Попробуй поджечь Ну-ка давай зажигалкой Вы щелкаете колесиком зажигалки И свеча загорается зеленым пламенем Выглядит впечатляюще Пошли проверим дверь Может что-нибудь изменилось Глупый лектор Глупая лекция Не уверена я Насчет этого программирования О, еще Всякие штуки Дверь в подсобку Тоже зайдем Преподаватель листает свою папку С документами Опять вы Как вам лекция Это вы украли палочку Вы Кто ненавидит магов Пришли в школу И в этот же день Пропадает палочка Подозрительно Погодите Погодите Давайте по порядку Кстати И почему это я должен Отчитываться Перед уборщиком Директор школы Лично Поручил мне Заняться поисками Допустим А с чего вы решили Что я ненавижу магов Если вы не маг Вы должны ненавидеть магов Вообще железная логика К вашему сведению Мой дедушка был магом Он учился тут В гильдии Империалов Однако На нем Передача магии Закончилась Мой отец Не получил способностей И поэтому Вы возненавидели магов И хотите разрушить им Жизнь Нет Скорее поэтому С нотками раздражения Я решил заняться Чем-то более важным И стал изучать Программирование Я присмотрю за вами Так Мне нужен ключ От подсобки Странно Что у уборщика Нет своих ключей Он проверяет Бесконечные карманы Пальто И в конце концов Протягивает вам Латунный ключ Держите Мне выдали его сегодня Спасибо Ключ от двери В подвал Челчок вызывает Маленькое зеленое пламя Которое быстро Растворяется в воздухе Ну еще одна свеча Ух ты Приветики О О бутылка вина Пригодится Я тут подумал Ведь ты можешь выпить Или Поесть в книге И тебе не придется Тратить деньги на еду В реальности Я уже говорил Что все что я достаю Из книги Разрушается Я понял Но ты еду внутри себя Ведь извлекаешь Из книги Работает так же Она просто пропадает Внутри меня Что кстати Ощущается не очень приятно То есть ты пробовал Только с алкоголем Так Супер Бутылка вина То что нам нужно Пахнет спиртом И брожением Вырубит Неподготовленного Дегустатора С одного глотка Забавно Так А тебе не отдать ли Ключ Назад Вряд ли мне туда Еще надо будет идти Все Пусть он там Занимается своими делами Раз Нечего ему Сказать нам А Кстати да Там можно заметить Что загорелась Две свечи Из пяти Так Нам же сюда Ну как Достал бутылку Что-то ты долго Ее искал Берешь бутылку Или я сваливаю Беру Беру Что ты там хотел Картину Забирай свою мазню Вытаскивай Из-под кровати Массивный портрет А ну кстати Да Он прям реально огромный Спасибо Поосторожнее С вином А выпеков Это неплохая Да-да-да Развлекайся Все Еще свеча Ого Еще свеча Присматываются к вашему бейджику Простите Уборщика никто не вызывал Ученики оборачиваются к вам и начинают хихикать Молча сесть за парту Высадитесь за ближайшую пустую парту Некотор пристально смотрит вам в глаза Пытаясь понять, чего вы добиваетесь Сделать лицо кирпичом Проходит пара минут Вы... Пара минут под пристальным взглядом учительницы Но в итоге она отступает Ладно, продолжим Итак, проверяем домашнее задание Мируш Да, худощавый парень встает из передней парты Великие маги бронзового века Перечисли их Дори, Мори Рибус, Нимус И... Едва сдерживает смех Чедис, Медис Отлично К счастью, мода на такие имена закончилась вместе с бронзовым веком А бронзовым веком мы называем Период с первого опыления знаками Это с первого по седьмое поколение магов Когда маги имели больше всего силы, но знали только пару заклинаний Расшифрованных со стены Хорошо, садись Самое знакомое событие этих лет Райана Робкая полная девушка поднимается второго ряда Создание великого канала Неуверенно смотрит на учителя, пока не дожидается кивка Речной канал шириной в 40 километров Разделяет левую и правую части Нью Риверленда Дори, Мори создал его магией раскола Ныне недоступной При этих словах все в классе, включу учителя, делают уважительный кивок головой Садись, дальше у нас Серебряный век Или Ночи ярких огней Линард Попытка захвата власти магами Сперва Ройлан третьим Затем вторая попытка уже успешная Магом Волоксом четвертым Который пробыл у власти 3 года Парень со светлыми волосами быстро выговаривает слова на автомате И ты же тогда расскажи про Золотой век Период урегулирования отношений магов и обычных людей Начало строительства магических клиник Военных магических институтов В Баратусе и строительство институтов магии, включая нашу школу Неплохо, хотя бы не пришлось вытягивать из вас слова На сегодня у нас все Мы весь день будем тут сидеть Да, иду, иду Все ушли О, станок Ваше внимание привлекает ящик учительского стола Вы дергаете его, но он закрыт Что теперь? У вы учителей вздумал воровать? А что, если ящик закрыт и там точно что-то полезное? Ага, домашка учеников или что-то такое Замочная скважина очень маленькая И отмычка просто не входит внутрь Толку от отмычки тут нету Дверь на чердак Дверь заперта Понятно, ну вот нам и наконец-таки может понадобиться ломик Там скорее всего ключ от комнаты, от двери на чердак Да, загорелось уже три свечи тут Дверь все еще заперта Кстати, картина Должно открывать потайной проход Не просто же так было спевать ученика сомнительным пойлом Так, кабинет, кабинет О, еще свечи Старый директор, о Старый директор копается в бумагах на столе, не обращая на вас внимания Это вы украли палочку? Глупости, зачем мне это делать? Мы не хотели, чтобы палочку продали и решили уберечь ее таким образом Посмотри туда Указывает рукой в окно Перед вами густонаселенный город, высокие здания почти полностью заслоняют небо В небе вы замечаете едва заметные чертания, похожие на символы Это и есть те самые знаки? Да, они написаны для нас Кладет ладонь к себе на грудь Не для них, указывает на город Огромные письмена в небе, что светят нам Но теперь, сжимает клоки Нас пытаются приравнять к обычным людям, к ним Неважно, палочка Это книга или чертово перо для письма Я не хочу отдавать им ничего Потому что для великого были созданы мы Тыщет себя в грудь, а не они Это был наш мир Бьет кулаком по столу Директор отворачивается от вас и продолжает копаться в бумагах на столе Вы случайно не знаете, где здесь найти выпивку? Старик смеется в бороду Что? Нервишки сдают? Только про студента ему не говори Еще не хватало, чтобы он узнал, что ты молодых людей спаиваешь Да, хочется горло промочить У меня здесь нет, но есть предпрятанное на черный день Старый директор открывает ящик стола и начинает там что-то искать Вот, держи Протягивает вам ключ Мне все равно, алкоголь теперь противопоказан Спасибо Он откроет винный погреб? У нас нет винного погреба Ключ откроет дверь в подвал Там поверни светильник и на стене не откроется мой тайник Директор отворачивается от вас и продолжает копаться в бумагах на столе Так, что вы знаете про мертвецов в стенах? Старая школьная легенда Байки Как-то много о них говорят в последнее время для простой байки Ну так время неспокойное Вот и пошли сплетни Не слушай их Директор отворачивается от вас и продолжает копаться в бумагах Так, ну остался последний кабинетик Здравствуйте Маг быстро поднимает на вас глаза Вы местный учитель? Я преподаю алфавит знаков в младшем классе И занимаюсь своими исследованиями свободное время Понятно Что у вас? Вы показываете на странный прибор, лежащий на его столе Это обычный звездный линограф И мы используем их, когда расшифровываем знаки Пытаетесь открыть новый знак, потому что старые разрушаются? Скорее пытаюсь собрать их вместе Вместе? Видите ли? Его глаза сверкают на терпение поделиться своими находками Знаки на барьере Я настаиваю, чтобы его называли барьером, а не стеной Потому что главная цель сооружения защита мира внутри от разрушителей извне Разрушители? Некое существо или сущность пытается сломать барьер с символами И, предполагаю, положить конец всей жизни внутри Все девять планет должны будут погибнуть, включая нашу Так вот, я считаю, что все символы на барьере – это некое сообщение Возможно, ответ на то, как остановить разрушителя И наша цель – расшифровать это сообщение, а не просто использовать его силу по буквам, как мы привыкли это делать И вы первый, кто додумался до этого, что буквы на этой стене – барьере Что буквы на барьере можно сложить в слова Нет, был тот же Корнелиус, но большинство занято изучением того, что символы могут дать нам сейчас, в текущий момент Долгосрочные эффекты и задачи всегда перекладывались на следующие поколения Угу, вы сказали Корнелиус Я как раз ищу его палочку, вы слышали что-нибудь о пропаже? Слышал, Корнелиус был последним магом из тех, что я помню, кто интересовался значением символов Но найти его работы мне так и не удалось А сама палочка не имеет, по сути, никакой ценности Парадокс Да, я слышал, парадокс Корнелиуса Маг уважительно кивает Так, и что вам удалось узнать? Во-первых, радиус доступного для нас барьера не такой большой Мы видим только малую часть символов Одно лишь солнце уже отсекает половину обзора Все символы за минус первым радиусом нельзя рассмотреть, не ослепнув Возможно, создатели барьера подразумевали, что для расшифровки сообщения нужно объединить усилия всех девяти планет Но, несмотря на эти трудности, я смог расшифровать два слова Ого Является собственностью Это все? Да Является собственностью... Собственностью кого? Он пожимает плечами Да уж Ну, давайте сейчас сходим за винишком Еще одну бутылку себе приберем Огромный замок скрипит, пока вы поворачиваете, в нем ключ наконец открывается Угу, повернуть светильник Так, ваше внимание привлекает несколько запечатанных бочек, стоящих у стены Так, попробуйте открыть Крышки каждой из бочки намертво забиты гвоздями Такое не отодрать без инструмента О, старые записки Записки с именами учеников Некоторые перечеркнуты О, еще одна бутылка Так, а мне нужно пять арматур найти для лома Портрет встал на место, как в литой И никого не смущает, видимо, то, что происходит Ух ты Вы немедленно останавливаетесь, как вкопанный Мертвецы Тихо, не шуми, они нас еще не заметили Ага Ну ладно Тишину прорезает притяжный скрип половицу у вас под ногой Черт Мертвецы направляются в вашу сторону Так, аж две атаки Давайте Аж три атаки Промах Вот так вот Лечение всех Ну лечи Так А тебя осушим Че, это все? Ну, че-то так себе, конечно Так Есть четкое ощущение, что я что-то упускаю Мне все еще не хватает на лом, вот в чем дело Старый пыльный ключ от двери в подвал Ну От двери в подвал Латунный Ну ладно 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 Не знаю, мало ли нам эта вода пригодится, как это было с картиной. Пойдемте этих проверим, товарищи. Ничего. Ну, там я уже был. Можно пойти попробовать этому челюку рассказать, что там за тайная комната была. А ты что-нибудь скажешь? Как идут поиски? А ты сам-то что делаешь? Я жду начала лекции, сегодня будут рассказывать про пересечение координат знаков. Понял. Не поговорить с ним. Тут у нас что? Нету ее уже. Ну-ка, а если спуститься? Нету. Хм. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, пойдемте в эту аудиторию Мы где-то одну свечу пропустили Не вот эту ли? Да Заброшенная комната Мужчина стоит на коленях посреди разбросанных бумаг И с черченых разными вариантами одного и того же символа Хм, это символ магии лечения Я сразу понял, что ты из Инквизиции Делайте со мной что хотите, теперь мне плевать Я все перепробовал Тяжело садиться на пол и начинает медленно комкать Исписанные листы Попробовал смешать координаты символа на минимальный градус Это три года тюрьмы магов Поднимает новый листок Пробовал магию восстановления на символ Что было глупо, признаю Не знаю на что я надеялся Комкает новый листок Это один год общественных работ Черт, я даже пытался выкупить тебе палочку Заряженную заклинанием лечения Но Их больше не достать Это два года каторжных работ Мужчина поднимает на вас глаза И вы видите его лицо буквально Расходящееся странными Болезненными трещинами В моей практике таких болезней я не встречал В сторону Родрика Ты что, был врачом? Кажется, да Мужчина замечает ваш бейджик уборщика и замирает Погоди Ты не из Инквизиции? Время уборки, сэр Нет Тогда кто ты, черт тебя, дери такой? Ваша дочь беспокоится о вас И попросила меня проверить, как вы Судя по всему, вы не очень Тут ты прав Из всех чертовых символов Разрушился именно тот, что поддерживал мою жизнь Что с вами? Это обычный процесс, которому подвержен редкий тип магов Нас называют неполноценными Так как мы не были рождены с частицами магии в крови Мы получили эту кровь искусственно И теперь непринятие этой крови Моим организмам просто нечем заглушить Может перелить ее обратно? Она во мне уже 37 лет Просто так от нее не избавится Все мое тело пропитано магией И теперь я буду за это платить Попробовать исцелить ее Ты уверен, это будет не просто даже с чернилами? Я хочу попробовать Маг сидит на полу с закрытыми глазами Вы медленно подходите к нему и садитесь рядом Я не уверен, что из этого что-то выйдет В наручниках я не смогу Капля вашей крови падает на руку мага Резко отдергивает руку Что за... Не дергайтесь, дайте мне закончить Переписать болезнь Вы сосредотачиваетесь И из ваших пальцев срывается поток чернил Который впивается в руку учителя Ваши наручники чуть... Тут же начинают отдавать обжигающим холодом Что это за магия? Этого все еще мало Нужно больше Ты точно будешь в порядке? Надеюсь Я больше не могу, извините Я понимаю Что это за магия? Вы сосредотачиваетесь С ваших пальцев срывается поток чернил Который впитывается в руку учителя Ваши наручники Тут же... Ага Вы сжимаете руку И из нее Потом льется кровь В перемешку с чернилами Вы чувствуете, как любое упоминание болезни Стирается из этого мира Холод от наручников становится практически невыносимым Но кажется, дело сделано Что вы сделали со мной? Неважно Надеюсь, теперь вам станет легче Маг все еще Ошарашенно смотрит на вас Пытаясь понять, что вообще происходит Вы замечаете, как трещины на его лице Немножко начинают сходиться Ты как, в порядке? Да, кажется Ты все сделал правильно Надеюсь Потирает обожженный холодом запястье Кожа на них начинает расходиться Сухими трещинами Не знаю, что ты сделал Но я чувствую себя иначе Блин Я столько диалогов Ебал с ним Ну-ка, можно Может Загрузиться Я по-хитрому сейчас через альт f4 Тогда скипну это все дело Так, ну давайте попробуем Посмотрим Удастся ли мне обмануть систему Да Я смог это сделать Так Ну, окей Тогда Че у меня там Одничку здоровья хаваем Блин А как узнать Сколько у меня Пятьдесят или сто Ммм Так, ладно Так Так, ну давайте Прогоним его по вопросам Это вы украли палочку Корнелиуса Маг удивленно смотрит на вас Чего? Корнелиус? Да на кой черт она мне Не знаю Она вам не поможет? Вдруг в ней заключается Как раз сила лечения Даже если так Одного заклинания мне Хватит на неделю Потом болезнь вернется Я наконец нашел в тексте Эту главу с палочкой Он не связан Он не полноценный маг Он не полноценный маг Который умирает к концу книги Ммм Вовремя Что сказать Вашей дочери? Лучше ей не видеть Меня таким Просто скажите Что я бежал из школы Вам помочь? Не выйдет Стискивает зубы По его телу Проходят редкие судороги Что с вами? Понятно Ну и вот он тут Рассказывает Это все по новой Не важно Надеюсь теперь вам станет легче Маг все еще шарашно смотрит На вас пытаясь понять Что вообще происходит Ага Вот Все Надеюсь Так Давайте экстренно полечимся И два яблочка Речь Цок Цок Не знаю что ты сделал Но я чувствую себя иначе И насколько я помню Девочка Это сидит В Внизу Внизу Я нашел его А вы узнали что с моим отцом Я нашел его Он будет в порядке Где он Дверь с эмблемами свечей Он там Я навещу его И что значит он будет в порядке Ему что-то угрожало Небольшие проблемы со здоровьем Но он с ними справился Ладно Я спрошу у него сама Это вам Спасибо за помощь Рад помочь Что она вам дала А Растения дала Ну мы их сейчас переработаем Бенч 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 А на арматуру Мне все еще не хватает Ну и на кой ляд я к нему туда пролазил Так ладно Оказалось мой сосед был писателем Твой сосед тот который одалживал тебе кувалду и прочее Нет другое который жил на первом этаже Хотя я его лично никогда не встречал А почему ты о нем вспомнил Он тебя пригласил в гости Нет Из полиции звонили Сказали что с ним что-то случилось И хотят допросить меня по этому поводу Надеюсь там ничего серьезного Надеюсь Кто-то из персонажей украл палочку Осталось понять кто Подозрительный учитель Дверь со свечами уже должна была открыта Быть открыта Пошли проверим Так я уже был там Он тут ни при чем Здесь ничего больше нету Ну он хотя бы не брал палочку Пошли расскажем это Микаилу Ага Понятно Спасибо Хоть что-то полезное сказал А где он? Два студентов оживленно перешептываются Посреди главного хола Ты слышал о похитителя палочки нашли На чердаке И кто им оказался? Не знаю вроде бы один из студентов Оба директора уже там Слышал? Пошли быстрее на чердак Будто ты и так не прочел Кто украл палочку заранее Если честно Своими действиями ты немного изменил сюжет Я пока не знаю чем все закончится Вы не подскажете где здесь вход на чердак? Студент поворачивается к вам По лестнице вверх Потом налево в класс И дверь в конце класса Пошли Угу И что она сейчас типа открыта? О чем ты вообще думал идиот мелкий? Дай сюда палочку Я сам разберусь Микаил Давай мы с тобой Спокойно Если хоть один из вас Делает шаг в мою сторону Я разломаю вашу чертову палочку пополам Каждому достанется по кусочку Смотрит на вас Кроме тебя пугало Эй Я думал мы ладим с тобой Ты ничего обо мне не знаешь Что здесь делает уборщик? Я прибежал на шум Можешь идти Твоя помощь тут не нужна Я все же останусь Ладно Там много пыли на коробках позади Займись ею Я не уборщик А кто тогда? Сантехник? Точно Ты насчет этого засора в туалете? Я пришел за палочкой Корнелиуса Еще один Тебе-то она зачем? Мне за нее хорошенько заплатят Скрикивает Постойка Хорошенько это сколько? Хватается за сердце Хватит болтать Палочка у меня И мне решать Что с ней теперь будет Ладно, ладно Я собирался сам В тишине решить ее судьбу Но приперлись вы Погоди Про нас троих я понял А от тебе-то она зачем? Не твое дело Стой на месте Давайте успокоимся И просто Выхватывает из-под плаща револьвер И начинает размахивать им во все стороны Никому не двигаться Или ты сейчас вернешь мне палочку Мелкий засранец Или пожалеешь Ядрить Хватается за голову Ты где пистолет-то взял? Спокойно, спокойно Ты же был против технологий, старик Тянет руку к палочке Продолжает целить револьвером В присутствующих Дай ее сюда Так Не трогать старика, ладно Поосторожнее с пистолетом, пожалуйста Вы наклоняетесь к старику И замечаете, что барабан револьвера пуст Только хотел сказать, что он не заряжен Вовремя Микаил надламывает палочку Корнелиуса И она издает слабый треск Одновременно с этим Откуда-то сверху раздается гулкий звон Все замирают Думаете, я шучу? Мне надоели эти твои сопли И твои безумства Ах ты И твоя странная башка Смайлик Магии больше нет Мы все это давно поняли Хватит держаться за иллюзию, что она все еще тут Я знаю, почему ты еще так печешься о палочке, старик Пришло время двигаться дальше Хватит нерешительности Смотрит на нового директора Хватит жить в прошлом Смотрит на старого директора И хватит лжи Смотрит на вас Последнее слово от каждого Ты пожалеешь об этом? Кем ты себя возомнил, сопляк? Микаил переводит взгляд на нового директора Я понимаю твои чувства Я тоже хочу двигаться дальше Но неужели нельзя найти путь, не ломая палочки? Ухмыляется и переводит взгляд на вас Попытаться же придумать что-то с чернилами Хм Ну а вдруг Получится Думаешь ты знаешь о магии все? Но знал ли ты, что она не мертва? Вы выхватываете из-за пояса старика палочку И наполняете ее чернилами Пытаясь вызвать огненный шар из другого конца Но вместо огня чернила просто вытекают Из конца палочки и начинают капать на пол Фу Что за черт? С меня хватит Ой Время замирает Ваш взгляд Ваш взгляд Падает на палочку Корнелиуса Сначала на одну, потом на вторую И они обе летят вниз Почему я вижу две палочки? До вас медленно начинает доходить Чего? Ты о чем? Левая и правая половинки палочки приземляются у ног юноши Старик с открытым ртом молча смотрит на пол Новый директор тихо вздыхает Микаил смотрит на свои руки На которых осталось несколько деревянных щепок Палочки больше нет Значит мы провалили заказ Откуда-то сверху начинается слышать громкий гул Я не знаю У вас в голове всплывает телефонный разговор о том, что этот заказ никак нельзя провалить Старик падает на колени, пытаясь снова собрать палочку Вы отпихиваете его ногой и забираете осколки палочки Совершенно обезумев Кричит Дай сюда Гул сверху усиливается Смотрит на потолок Что происходит? Нам лучше идти Старик начинает громко смеяться Гул полностью заглушает его смех Нам пора Что, он склеил ее, типа? Что, он склеил ее, типа? Да Интересно, ее вообще можно было ли как-то спасти? Вы дома? Я пришел ключ вернуть Настойчивый стук в дверь Слушайте, мы уже это проходили Это я, ваш сосед-писатель Слышу, что вы... Да, подожди ты Думаешь, я весь день караулю тебя у двери? Не знаете, что с соседом внизу? Его дверь цеплена Сосед снизу? Нет, не знаю, что там у него Не бойся, очередной пинчуга Вот и все В нашем-то районе Другие люди и не живут Так, я принес ваш ключ Что, все, потушил? Да, там все не так страшно оказалось Ну вот видишь, а то разорался тут Простите, что напугал Все, давай ключи иди Мне нужно за внуками присматривать Спасибо вам Спасибо тому, кто моет мою посуду Чертов артрит Не могу даже тарелку вымыть Держи от меня бутылку из личных запасов Постарайся не выпить за один раз Вот это подгон, конечно Но что-то игра раскрылась больше всего Конкретно именно вот с этим заданием Простите, вы дома? Похоже, старика нет дома Да Что, нельзя положить на место? Ну ладно Вы достали предмет? Ну, в общем, там так вышло Лучше сами посмотрите Сейчас позвонят нам Ага, вон уже Презвонит во все Ну, погнали Алло Какого черта ты натворил? Месяц спустя Черт, голова раскалывается Чайник наш стоит Так, ну вообще Приду-ка я все-таки гляну Можно ли эту палочку спасти Но прям на 300% уверен, что нет Так, и предлагаю тогда Нырнуть в главное меню по этому поводу Ну, как будто бы нет Я так чисто мельком пробежался Ну, думаю, что здесь весьма линейное это событие Но, как бы то ни было На этом мы закончим И уже в следующей серии продолжим Благодарю за просмотр Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok